здравствуйте подписчики гости моего канала и так скоро наступает весна строительная пора будем поднимать стены будущего дома и стоит предусмотреть все тонкости будущего строительства во первых это будущее будущее микро климат в доме это создается хорошей вентиляцией чтобы в доме было уютно хорошо дышалось нужна вентиляция приток свежего чистого воздуха это достигается путем правильной вентиляции в доме в комнатах ну вентиляция бывает естественная и принудительно под естественной вентиляции предусматривают беспрепятственное проходение воздушных потоков в доме с одной стороны другой с прихожки коридора и заканчивая ванной комнате туалетом кухни и загрязненный воздух уходит в вентиляционную трубу самое самое грязное самый загрязненный воздух у нас получается находится на кухне в ванной туалете это конечная станция воздуха перед отправкой в атмосферу после принятия душа в ванной комнате образуется влажность повышенная на стенах на потолке образуется кондинисат быстро убрать этот эту влажность этот кондинисат не пород не получится если нету если нету в ванной комнате окна если окно есть 2-3 минуты открытая форточка вытягивает всю влагу особенно зимой так как холодный морозный воздух он очень сухой и быстро просушивает помещение если нету окна никакая вытяжка никакой вентилятор быстро не просушит помещение все потому что поток воздуха не будет достаточно быстро поступать в ванную комнату и туалет ему нужно время если создаться примерный так скажем вакуум вентилятор высасывает выкачивает воздух влажный из из комнаты а приток поступает долго особенно если дом построен герметически практически там каркасный например отделан утеплителем снаружи бог в доме стоят пластиковые окна дополнительный под приток воздуха незначительный тогда выход один открывать двери соседних комнатах окна и чтобы вентиляции вентилятор ванной комнате как можно быстрее высушил помещение иначе прессинг грибок сами понимаете выход один нужно делать окно в ванной туалете далее сезонные особенности влияют на естественную вентиляцию воздушные потоки внутри дома в жаркие летние и зимние холодные дни заметно отличаются если обратить внимание на причину возникновения воздушных масс можно лучше понять что такое естественная вентиляция как сделать ее и создать приятный микроклимат источником движения воздуха является силы гравитации разница давления и механическое побуждение иных природных явлений тепловая энергия которую забирают стены не выходят на улицу поэтому зимой помещение тепло а летом прохладно вся площадь комнаты работает на то чтобы быстро нагреть воздух зимой а летом ночное время охладить и держать температуру весь день происходит процесс за счет теплопередачи если стены прогрелись хорошо при понижении температуры воздуха чувствуются комфортные условия это работает инфракрасное лучистое тепло которое исходит от стен при интенсивной замене воздуха вместе с естественной вентиляцией дом самостоятельно аккумулирует тепло естественная вентиляция подвластно сезонности и суточному перепаду температур но в целом система более чем оправдывает себя кирпичных деревянных помещениях ну по сути в таких домах уже заложена функция природного рекуператора где самостоятельно аккумулируется тепло забирается она у отработанного воздуха проходя через коридоры сами стены и пол потолок поглощают тепло а взамен дает чистый воду естественная вентиляция гармонично работает над созданием микроклимата в доме при обеспечении достаточного притока воздуха помещений отработанный состав удаляется через вытяжные отверстия естественной вентиляции из зоны наиболее загрязнения кухня ванная туалет правильно система вентиляции выполняет обязательные условия поступательный сбалансированный приток и отток воздуха герметичность не позволяет идеально работать естественными системе вентиляции если все закупорить процесс нарушается появляются признаки недостаточной вентиляции это запретивание стекол жирный налет на стенах в кухне грибок на стенах в кухне санузле повышенная повышенная влажность относительно естественного фона зимний период при обустройте вент каналов в доме нельзя совмещать естественную вентиляцию с принудительный так иногда в одну систему выводит канал естественной вентиляции и принудительный например из кухни или санузла получается запахи посторонние проникают если вентиляция короб проходит через второй этаж перри избыток воздуха движение превышает нормативы в десятки сотни тысяч раз такой воздух ищет ближайшие места чтобы реализовать свой потенциал выходят наружу через все щели жильцы в своем доме ощущают всю палитру запаха который передается на верхние этажи такая вытяжка рушит всю естественную вентиляцию основные требования к устройству этих вентиляционных каналов делают их во внутренних стенах чтобы конструкция находилась всегда в тепле стандартное планирование жилого помещения заключается в том чтобы организовать забор отработанного воздуха через ванну санузел кухню канал естественной вентиляции устанавливают вровень с крышей можно чуть выше допускается отклонение по нормам под углом 15 градусов от конька по направлению к вентиляционному каналу чем выше канал естественной вентиляции тем сильнее будет тяга перепад плотности воздуха которая зависит от температуры внутри и снаружи помещение ну например на улице зимой минус 30 а в помещении в доме плюс 26 то тяга будет максимальная чем больше перепад температуры тем активнее движение воздуха в канале летом при одинаковой температуре воздуха на улице и помещение тяга отсутствует или работает как на приток когда воздух проходит через верх трубы появляется разрежение и воздух из канала вентиляции захватывается еще сильнее чем выше разница температур сильнее ветер на улице тем эффективнее работает естественная вентиляция вентиляционной системы чистый но холодный воздух вступает в дом поступает в дом он имеет большую плотность поэтому стремится уйти вниз в то же время радиаторы создают потоки горячего воздуха в зоне встречи двух потоков создается турбулентное движение встречного взаимообмена воздушных масс отработанных воздух который содержит в себе углекислый газ более тяжелый чем тот который поступает с улицы углекислота имеет плотность на 20 процентов больше обычного воздуха отсюда наиболее грязный воздух находится в нижней зоне сверху более чистый и теплый воздух конечно недостатки есть при одинаковой температуре помещения и на улице и без вред безветренной погоде вентиляция работать не будет естественно вентиляции если летом днем жарко к вечеру воздух на улице начинает охлаждаться в вентиляционном канале может появиться обратная тяга не будет забираться чистый воздух а появится обратный эффект но происходит это в том случае если вентиляционные каналы выполнены по без инерционной системе для современных домов где особо нет тепловых потерь но в то же время не могут накапливать тепловую энергию это говорит о том что теплоты канала недостаточно чтобы до греть воздух и создать тягу в дымоходе чтобы воздух выходил наружу если отталкиваются санитарных норм то на каждого человека в среднем нужно 20-30 кубов кубометров воздуха ориентироваться прежде всего на количество людей в доме и их потребности многие отталкиваются от объема помещений но это не так большая комната требует меньшей вентиляции чем маленькая чем больше комната тем больше объем воздуха если загородный дом внушительных размеров там где проживает всего четыре пять ну семь человек нет смысла ставить огромные бенковалы которые предлагает советский с ним 50 кубометров воздуха в час необходимо человеку помещение если находиться постоянно два раза меньше периодически приходящих на такое же количество человек людей находящихся в доме постоянно 457 человек маленьком доме приходится вентилировать помещение больше и дольше требуется больше воздуха качественно утепленных хорошо защищенных от ветра и влаги каркасных домах проблема вентиляции стоит особенно остро если воду в помещении из помещения насыщенный водяными парами не будет своевременной удаляться и соответственно перемещаться свежим воздухом с улицы то страдать будут не только люди но и теплоизоляция которая начнет терять свои свойства в ограждающей конструкциях образуется мостике холода а деревянным элементом здания грозит поражение гнилью и плесенью домах постоянно проживание постоянного проживания имеющий второй этаж или теплую мансарду рекомендуется устраивать принудительную вентиляцию приточную вытяжную или комбинированную приточно-вытяжную которая точно регулирует работу оборудование устройство естественной вентиляции вполне оправданно если речь идет о сравнительно небольших домах с простой планировкой одноэтажных или с летней жилой мансардой возведенные из кирпича керамоблоков дерево или легких бетонов основательно теплоизолированных снаружи если говорить о летней даче то в этом случае как правило обходится элементарной естественной вентиляции то есть обычным проветриванием через открытые окна и двери поскольку в домах сезонного проживания проблем ма утечек тепла не стоит такой способ вентилирования помещения является вполне уместным да и затрат не требуется никаких когда же дом эксплуатируется в холодное время естественно обогревается то воздухо обмен с помощью распахнутых окон уже не вариант данном случае приходится использовать организованную естественную вентиляцию которая работает за счет перепада давления и разницы температуры внутреннего и наружного воздуха поступление воздуха обеспечивают за счет установки приточных оконных или стеновых каналов и удаляется он через отдушины под потолком соединенные с вертикальными воздуховодами выходящими сквозь чердак на крышу вытяжные отверстия в обязательном порядке располагает в мокрых зонах кухня санузел санузел где влажный загрязненный воду должен активно замещаться свежим вытяжные каналы делают из кирпича или металлических или пластиковых труб специальных одно или много канальных вентиляционных блоков минимальное сечение воздуховода 160 миллиметров высота не менее двух метров каналы располагаются строго вертикально внутри перегородок либо прилегающих к ним коробах крайнем случае возможным загиб под углом не более 30 градусов на протяжении до одного метра и участки труб проходящий через холодный чердак и выступающий над крышей должны быть хорошо утеплены в избежание конденсатора планируя систему вентиляции в доме надо учитывать что проветриваться должны все без исключения помещения включая вспомогательные такие как подвалы погреба кладовые чердаки сушилки и прочее спасибо что досмотрите мое видео до конца подписывайтесь на мой канал обязательно ставьте лайк колокольчик до новых встреч